Вести Карачаева, Черкесия Министр просвещения страны Сергей Кравцов Рассказал о мероприятиях, приуроченных к проведению года педагога и наставника Которые будут проходить в течение всего года Отмечаем год педагога и наставника Это действительно большое событие для всего педагогического сообщества У нас свыше 2 миллионов педагогических работников При участии других ведомств мы предусмотрели новые механизмы поддержки педагогов Например, совместно с Росмолодежь Расширили грантовые возможности в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов С Министерством культуры продолжим создавать фильмы, посвященные профессии учителя Подчеркну, что мероприятия этого года в первую очередь призваны повысить авторитет учителя Укрепить общественный престиж профессии И сейчас совместно с депутатами, представителями субъектов федерации Прорабатываем вопрос о том, чтобы законодательно закрепить особый статус учителя Безусловно, все мероприятия года педагога и наставника призваны расширить возможности И для коллег, и из недавно присоединившихся регионов Итоги минувшего года и планы по социально-экономическому развитию населенных пунктов Урубского района Обсудили в ходе состоявшейся рабочей встречи руководитель Корчачки Сирашид Тимрезов И глава администрации муниципального образования Михаил Зайцев Отмечено, что основной упор при развитии района делается на строительство новой и реконструкции Имеющейся инженерной инфраструктуры, вода и газоснабжения Так, в 2022 году в Преградной построено около 4 километров газоразводящих сетей Голубое топливо подведено к границам порядка 450 земельных участков Ведется проектирование межпоселкового газопровода Преградная-Курджинова протяженностью 26 километров В селе Уруб в текущем году стартует строительство свыше 13 километров разводящих газовых сетей В этом же селе уже построили 300 метров нового водопровода Продолжается также строительство 12 километров водопроводных сетей в селе Псемен Одними из важнейших итогов минувшего года стало досрочное завершение берега укрепления на реке Уруб в Преградной Что позволило защитить от подтоплений три сотни домов Завершились и работы по рекультивации первой очереди хвостохранилища Урубского горно-обогатительного комбината Вместе с тем продолжается развитие социальной инфраструктуры Урубского района Ведется строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену в Преградной В текущем году начнется строительство новых трех ФАПов Курджинова, Курджинова-2 и селе Уруб В Карачаеве годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд В декабре она составила 12,1% На динамику влияли расширение предложения местных овощей и фруктов А также снижение расходов производителей и поставщиков продовольственных и непродовольственных товаров В прошлом году аграрии страны получили рекордный урожай зерновых культур Как следствие цены на зерно снизились и уменьшились расходы фермеров на корма Вместе с тем в регионе выросло производство молока, увеличились надои В целом эти факторы привели к замедлению роста цен на молочную продукцию и мясопродукты в декабре За счет хорошего урожая прошлого года выросло предложение местных овощей и фруктов Этому способствовало и увеличение площадей садов интенсивного типа в регионе Что привело к уменьшению темпов прироста цен на плодовочную продукцию Подробности у Рауфа Тугова, заместителя управляющего отделением Банка России по Карачаочкесии Снизились годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары Так замедлился рост цен на шины, трикотажные изделия, обувь и парфюмерно-косметические товары Также уменьшились годовые темпы прироста цен на бензин Повлияло стабильное предложение моторного топлива на внутреннем рынке При этом темп прироста годовых цен на услуги в декабре увеличился до 8,7% Основным фактором такой динамики стал перенос сроков индексации тарифов ЖКХ С 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года В целом, по прогнозу Банка России, инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года Может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы С учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году И вернется к 4% в 2024 году Благодаря средствам социального контракта житель Карачаевска Казима и Базов Смог реализовать свой бизнес-проект Он заключил социальный контракт для открытия цеха по малярно-кузовным работам автомобилей На выделенные средства он приобрел необходимое оборудование По словам Казима, подобная субсидия – это хороший вариант для тех, кому сложно приобрести все необходимое за раз Это дает очень большую, как сказать, помощь приобретении того или иного инструмента, который в работе очень нужен Поскольку как самому все собрать и сразу начать очень сложно А соцконтракт именно к этому очень сильно способствует, чтобы самое необходимое взять, начать работать И результат работы, соответственно, лучше Там было от 200 до 350 Мы брали 350 Потратили на приобретение инструментов в основном Всю сумму, как бы сказать, на самое необходимое То есть инструменты, это, как бы сказать, в работе, они самые необходимые Поэтому разные инструменты, там, поливизаторы, компрессоры, там, сварки То есть, ну, самое необходимое, чтобы начать все иное дело Карачао-Чикетия заняла первое место среди субъектов Северокавказского федерального округа По количеству новых отелей За три года число гостиниц в республике выросло в два раза По данным сервиса для проверки российских и зарубежных контрагентов «Контрфокус» На начало этого года в районе насчитывается 413 зарегистрированных действующих отелей Что в два раза больше, чем в 2020 году Аналитики считают, что рост числа гостиничных организаций наблюдался В связи с увеличением туристического потока в период кризиса Так, за 2022 год Карачао-Чикетия приняла 1 млн 923 тысяч туристов Что почти на 10% превышает показатели за позапрошлый год Как мы же сообщали, горнолыжный курорт Архиз, созданный с нуля государством В этом году перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса На электронной торговой площадке уже опубликована конкурсная документация Для потенциальных инвесторов По решению Совета директоров, который возглавляет вице-премьер страны Александр Новак С 10 января по 14 февраля проходит сбор заявок для участия в конкурсе В феврале запланировано проведение конкурсных процедур А в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100% акции акционерного общества, управляющая компанией Архиз В условиях конкурса предусмотрены оплата и передача акций в два этапа Обязательства частного инвестора при покупке Архиза серьезные Это создание не менее 30 км горнолыжных трасс В том числе система искусственного снегообразования Для развития трех туристических деревень, одна из которых Дука, будет создана с нуля А также доведение общего количества мест размещения до 8 тысяч Отметил генеральный директор Кавказ-РФ Андрей Юмшанов Для гарантированного развития курорта будет разработан график реализации инвестиционных обязательств Под контролем государства Разрухой и бесхозяйственностью, запертым навесным замком Встретила представителей регионального народного фронта Благоустроенная еще в 2018 году территория Вольтеркачел из Джигутинского района Увиденное удивило видавших виды экспертов, приехавших в АУ с мониторингом Народный фронт обратился в муниципалитет с просьбой прояснить ситуацию И привести в порядок общественную зону отдыха Прокомментировала ситуацию руководитель регионального исполкома Народного фронта в Карачао-Чекесе Людмила Капушева Эксперты Народного фронта, посетив общественную территорию Аула Эль-Таркач, которая была благоустроена по программе В 2018 году еще, ну, увидели неприглядную картину Опрокинутые разбитые скамейки, завалившиеся столбы С торчащими вверх осколками плафонов Урны, которые в кучку собраны Одинокие обещавшие тренажеры посреди пустыря фактически Местами разрушенная ограда залатана старой сеткой И на всем этом великолепии висит хороший навесной замок То есть доступности вообще в этой площадке, в общем-то, нет Чтобы пройти на нее, нужно пройти через грязь и слякоть То есть подъездных и подходных путей нормальных тоже нет Рядом газовый распределительный щит, что как минимум небезопасно Данная территория на сегодня занимает первое место в антирейтинге благоустройства прошлых лет Мы продолжаем работу в этом направлении Собираем сигналы от граждан, от жителей различных сельских территорий Именно как по нехорошим, худшим, так и по лучшим инфраструктурным проектам Давайте покажем, как это должно быть За благоустроенные территории и муниципалитет, и жители должны ухаживать Сохранять те объекты, которые там установлены И в которые вложено немало государственных денег В рамках реализации государственной программы развития культуры и туризма На 2013-2020 годы в селе Первомайском Алакарачавского района появится свой дом культуры Строительство объекта с залом на 250 мест практически завершилось Новый дом культуры, помимо зрительного зала, будет оборудован залами для занятий танцами и музыкой Обучение игре на национальных инструментах Дом культуры будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья Подробности у главы Первомайского сельского поселения Альберта Байрамкулова В свое время непосредственно с администрацией района Было обращение к главе республики Рашид Париспевичу Тимрезову О строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал Дал поручение, чтобы подготовили проект И фактически это здание построено с нуля Полностью была подготовлена проектно-сметная документация 103 сервиса социального фонда России работают на портале госуслуг Они охватывают практически все направления деятельности фонда Включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей За прошлый год на госуслуги было выведено порядка 40 новых сервисов фонда В частности электронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений На портале теперь также можно оформить уход за инвалидами и пожилыми Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для назначения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу на такой территории Через портал можно получить и компенсацию на оздоровление и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей до трех лет Помимо этого на госуслугах представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет Инвалиды и их представители могут получить технические средства реабилитации Зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения Черкесский городской суд огласил приговор четырем гражданам в возрасте от 34 до 50 лет Которых признали виновными в создании преступного сообщества, а также в покушении на незаконный сбыт запрещенных средств В ходе расследования, которое ввели сотрудники следственного управления МВД по Карачао-Чикеси Было установлено, что криминальная организация состояла из нескольких подразделений В нее входили два руководителя и два курьера, это жители регионов России, а также ближнего зарубежья В ближайшее время они будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режима, где злоумышленники проведут от 7,5 до 12,5 лет Судами различных инстанций подтверждена обоснованность требований прокурора по иску о незаконном отчуждении земельного участка На территории парка культуры и отдыха Зеленый остров Черкеска Решением арбитражного суда республики в прошлом году было удовлетворено исковое заявление прокуратуры Карачао-Чикеси К управлению города строительства и архитектуры мэрии муниципального образования Черкеска и акционерному обществу распределительная сетевая компания о признании недействительными договоров аренды и купли-продажи земельного участка площадью 2148 квадратных метров, расположенного на территории Зеленого острова Информацию комментирует старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева Основанием для прощения в суд послужило несоответствие оспариваемых сделок требованиям земельного законодательства так как сделки были совершены в нарушении публичных интересов и прав граждан, в том числе жителей и гостей города Черкеска Ответчик, не согласившись с судебным актом, обжаловал его в 16-й арбитражный апелляционный суд и в арбитражный суд Северокавказского округа, а также Верховный суд Российской Федерации Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами прокуратуры республики о незаконности оспариваемых договоров В передаче дело в рассмотрении Верховным судом Российской Федерации было отказано В настоящее время прокуратурой принимаются меры к возврату земельного участка в муниципальную казну города Черкеска Прокуратура Карачавска провела проверку по обращению жительницы Челябинска о нарушениях при предоставлении туристских услуг, допущенных администрацией Карачавского городского округа в Домбай В администрации поселка надлежащим образом не осуществлялось информирование туристов о правилах пользования услугами курорта о классификации сложности трассы и других необходимых туристских услуг Кроме того, не была разработана интернет-страница, содержащая информацию выше указанного характера что создавало опасность при использовании лыжных трасс и могло повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью людей По указанным фактам в адрес мэра Карачавского городского округа прокуратура внесла представление в рамках устранения нарушений разработана карта склона горы Муса-Читара содержащая информацию о правилах пользования услугами курорта, классификации сложности трассы и т.д. Курорты Карача-Чекеси, Домбай и Архыс заняли 5-е и 6-е места, соответственно, в рейтинге самых популярных направлений на 14 февраля в День влюбленных Российский сервис бронирования отелей и квартир twill.ru выяснил, где именно собираются соотечественники провести этот день какой город или курорт они считают самым подходящим Так, самым романтичным городом оказался Сочи, собравший 26% всех брони на 14 февраля Второе место занимает курорт Красная Поляна, а третье – Санкт-Петербург, 13 и 12% бронирований, соответственно Республиканский колледж Полиглот удостоен диплома за первое место в участии во Всероссийском конкурсе лучших образовательных практик в туристической индустрии В мероприятии принимали участие работники вузов и СУЗов, а также руководители крупных туристических комплексов в России Экспертами было рассмотрено более 200 проектов В финал вышли 45 участников, в их числе Международный колледж Полиглот Проект, разработанный сотрудниками учреждения, вошел в номинацию «Лучшие образовательные практики по направлению сервис и туризм в сфере среднего профессионального образования» Ну и последняя информация Русский театр драмы и комедии Карачао-Черкесии приглашает на комедийный спектакль «Женитьба Бальзаминова» Он пройдет 26 января на сцене Государственной филармонии Республики Грядущее 200-летие великого отечественного драматурга Александра Островского решено было ознаменовать театральная постановка и знаменитая комедия русского классика «Женитьба Бальзаминова» И помог театру в этом художный руководитель и режиссер театра «Чеховская студия» Владимир Байчер Сложность заключается в том, что я предложил актерам очень сложный жанр Это жанр трагифарса Это один из самых сложных жанров, потому что здесь очень много эксцентрики, много буфонады, много акробатики Много очень таких и музыкальных очень сложных моментов Все поют у нас на спектакле и играют, и все это должно быть соединено И вот это все внутри этого жанра объединить это непросто Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла В горах местами плюс 6-11 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется ловина опасность В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду А столбик катерометра поднимется до 4 градусов выше 0 На этом информационный выпуск завершен Его провела Рита Нерова Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия До новых встреч!